8 домов и 1783 жителя. Вот что из себя сегодня представляет ТОС «Володарь» в Заволжском районе Ульяновска. Объединение собственников многоквартирных домов существует уже 7 лет. За это время общими силами и при поддержке местных и региональных властей, жильцам удалось благоустроить придомовые территории и установить детские площадки. Сейчас все силы брошены на крупнейший в истории «Володарца» проект – строительство одноименного спортивного зала для детей. Изначально мы думали сделать только для жителей ТОС. Но когда помощь стала приходить со всех уголков города Ульяновска, было решено, что здесь будут заниматься все желающие детишки в возрасте до 14-16 лет. Обязательно акцент мы делаем на том, что у нас будет бесплатное занятие для детей. Идея создания клуба, как признается председатель, родилась давно и родом она из юношеских лет. С 80-х годов нашим кумиром был Арнольд. Когда мы в подвалах занимались, мы выросли на спорте, и мы больны спортом. Поэтому сейчас, когда эта идея у меня родилась, я ребятам рассказал о ней, и они захотели это все, они подключились. Активно к работам подключилась молодежь. Из заброшенного помещения, которое находится на первом этаже бывшего общежития патронного завода, взрослые мужчины, совсем молодые парни в респираторах и противогазах, движимые лишь энтузиазмом, разгребали горы бытового и другого мусора. Отходы здесь накопились от местных бомжей. Много лет складировали мусор сюда и сами жители. Так, за первый субботник с территории будущего спортклуба вывезли 4 тракторных тележки мусора. Еще 12 машин грунта привезли, чтобы сравнять место, где раньше квакали лягушки. Шаг за шагом бывшее пристанище для маргиналов силами ТОСовцев и за счет спонсорской помощи превратилось в современные спортивные и тренажерные залы с душевыми раздевалками. Соблюдены здесь все нормы Санпина и пожарной безопасности. На сегодняшний день у нас уже проходят турниры по теннису среди дворовых команд нашего ТОС. Ребята с ТОС ближайших домов тоже участвуют. Изъявили желание с верхней террасы ТОСа участвовать. То есть мы всем рады, двери открыты. Мероприятие у нас еще готов, свой татами зал, где будет проходить борьба, кудо. Рядом с володарцем установят уличные тренажеры и волейбольную площадку. Кстати, одна уже прижилась в соседнем дворе. Ее ТОСовцы также собственными силами установили в прошлом году. Сам клуб планирует открыть двери уже в ближайшее время. К слову о том, что активное участие в организации территориально-общественных самоуправлений должна принимать молодежь, говорили накануне, в Ульяновском корпоративном университете. Здесь прошли однодневные курсы для поддержки движения ТОС. В таком формате мероприятие у нас проводится впервые. Сегодня мы охватили порядка 70 человек этим мероприятием. Здесь участвуют не только представители местных администраций, которые отвечают за развитие ТОС на территории муниципалитета, но и непосредственно председатели ТОСовцев. Затронули на образовательном семинарии вопросы правильной организации ТОСов и взаимодействия с предпринимателями возможность привлечения к деятельности вне бюджетных средств. Некоторые председатели делились своим опытом. Мы все объединены одной общей целью – благоустройство своей территории. Очень много мы уже сделали в этом плане. Нам помогают и молодежь, и взрослые поколения, и очень радуют наши детишки, для которых мы все это и делаем. Но мы надеемся и думаем, что все, кто здесь получил какие-либо знания, применят их в работе, потому что это очень нужно, это очень важно и это очень современно. Сегодня в регионе в качестве юридических лиц зарегистрировано 152 ТОСа. Это выше средней цифры существующих территориально-общественных самоуправлений в регионах России. Ринат Алиулова, Александр Кудрышов. Новости Ульяновской правды.